За прошедшие сутки в магазинах и на рынках города выявлено более 20 нарушений масочного режима. Либо продавцы не имели средств защиты, либо они обслуживали покупателей без масок. О результатах ежедневных проверок доложили главе Самары Елене Лапушкиной на заседании городского оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса. На нарушителей составлены административные протоколы, как и на управляющие компании, которые забывают дезинфицировать подъезды жилых домов. За выполнение управляющими компаниями, которые содержат многоквартирные жилые дома, санитарных норм и правил по ежедневной обработке контактных поверхностей. Таких на 3 миллиона 300 тысяч наложено штрафов. И 300 с лишним тысяч наложено на юридических и физических лиц за нарушение масочного режима на объектах потребительского рынка. Особое внимание уделяют контролю за соблюдением санитарных мер безопасности на предприятиях. Районы администрации сотрудниками Роспотребнадзора проверили 126 крупных и средних организаций из 175. Обращают внимание на термометрию на входе, масочный режим и социальное дистанцирование на рабочих местах, влажную уборку помещений и наличие обеззараживателей воздуха. Есть рекомендации Роспотребнадзора. На предприятия, на все эти рекомендации направлялись как со стороны Роспотребнадзора, так и со стороны администрации городского округа Самары, так и со стороны районных администраций. Все эти рекомендации на предприятиях есть, они о них знают. На пяти предприятиях выявлены нарушения, им были даны предписания. На контроле также находятся и амбулаторные больные. Районы администрации несколько раз в день проверяют соблюдение ими самоизоляции. Если они нарушат режим, то их и штрафуют. Сумма наказания от 15 до 40 тысяч рублей. А если нарушение режима повлекло за собой вред здоровью другого человека, то штраф может достигать 300 тысяч рублей. Андрей Горгуленко, Василий Калдашов. События.